Где у такую спякоту отпочивают гамельчане? Частье за все на пляже. Например, прозгородские, которые находятся на другом березе парка, за день проходят, а доклад не проплывая, около 7 тысяч человек. А кольки людей, выбирая несанкционованные места для купания, подлечит складана. Но сочет за такими товарищами треба вельми пильно. Каб потом их не выратовывать, лучше заходя попередить, что купание в таких местах заборонено. Марина Джалая, разом со службами профилактики, побывала в рейде по стихийных местах летнего отпочинка. На слубку термометра плюс 33. Самый час для пляжного отпочинка. Але кому загорать и купаться, а кому пильно назирать, каб не здарилась трагедия. И коли на официальных пляжах за его наведбольниками наглядают специалисты освода, то у несанкционованных местах с допомогой, коли она спотребится, можно и не поспеть. На патрульном катере подплываем до молодого человека, який заплывы робить на глубине вокруг своей лодки. Это заборонено. Мужчина спокойно принимает за увагу, предъявляя документы. Теперь я буду, как все, с берегов, в установленных местах, где стоят зонтики, где дежурят спасатели с бело-синими лодками. Большая им честь и хвала за то, что берегут нашу жизнь. Большая из порушальников – те, кто купается на непростосованных участках водоемов. На пытание специалистов, чему не пошли на официальные пляжи, люди дают разные отказы. Некто побач живее. Некому вода сдаётся тут больше чистой. Инши просто любят отпочивать в одиноте. Кожному подчас рейду специалисты раздают памятки о беспечных поводинах на воде. Особливая увага до подлетков, которые лечат себя вельми самостоинными. Мы обращаем ваше внимание на то, что купаться в этом месте нельзя. Отдыхайте, пожалуйста. Играйте, загорайте. Но за купание может наступить административная ответственность. Всё понятно. Деньги же не лишние, правда? Да, я согласен с вами тут, но мы больше не будем. Специалисты не стомляются нагадывать людям, где можно купаться и как правильно поводить себя на водоемах. Хотя откладеться такая информация у сведомости гаранты нема. Тому вельми важно, как со своими детьми-подлетками на эту тему ухудрали батьки. Маленьких детей тримали на отлеглости вытягнутой руки. И как сами отпочивали там, где дозволено. Где при необходности придут на допомогу. Сегодня были посещены пляжи как официального наслечения, так и неофициального. Конечно, профилактика – это наше главное оружие в борьбе за безопасность наших граждан. Но, конечно, бывают случаи, что людям объясняем, пытаемся донести важную информацию. Но наши граждане делают, как удобнее им, как им легче. Идут на те же самые места, не установленные для купания, всё равно купаются. С начала года вода забрала жителей 16-ти жахаров Гомельской области. С их трое – дети. Что тычется дорослых, то многие из них находились на водоемах в нетверозном стане. А сейчас при такой спякоте дрэна может стать и без спиртного. Тепловые и солнечные удары – вельми небеспечные для человека. Специалисты закрекают не заплывать далеко от берега и по мягчимости избегать наведывания пляжей в самые горячие годины дня.